Маткульт, привет, друзья! Всем привет! У нас в гостях снова Дима Епифанов! Привет, Дима! Рензю привет тогда уже, да. Да, Маткульт привет и Рензю привет. Дима учитель физики, учитель Рензю. В прошлом имел большие заслуги в Рензю, участвовал в соревнованиях, побеждал. Ну, иногда, да. Иногда, да. Вот, и учил моего сына Мишеньку Рензю и продолжает его возить на соревнования разные. Вот, и он уже у нас был на канале, если что, посмотрите физику от Димы. А сейчас Дима научит нас правилам игры в эту замечательную игру, которую я, ну, я не буду врать, что вижу ее первый раз, если у меня сын в нее играет. Но я в нее играть не умею вообще вот в хлам. То есть я просто знаю только что... Это неправда. Ты на самом деле в нее умеешь играть. Ну, не знаю об этом. Просто не со всеми тонкостями. Примерно как в шахматы, не зная про рокировку, взять она проходит. Ну, я могу сейчас рассказать тебе следующую вещь. Давай. Когда мне кто-то впереди в их полянах, кто-то веселый, типа Юра Егорова, подошел и сказал, ты умеешь крестики-нолики играть? Я говорю, в обычные три на три, ну, конечно, там всегда ничья. Ну, давай, говорит. И ты три раза подряд меня обыграл. Да, в моей жизни тоже был такой эпизод. Я ездил в какой-то поход, и возвращаясь, нам переприцепляли тепловозик, и мы часа полтора из Карелии едучи в каком-то, там, не помню, условном медвежьегорске стояли. Да, кархумяки. Все спали, взрослые, и потихонечку вываливались наружу, и я всех обыгрывал в крестики-нолике тринадцатой, просто всех. Потом один-единственный, Марк Моисеевич Кац, а, кстати, с Великой, значит, мы ехали, из Псевской области. Да, Марк Моисеевич Кац, папа Жени Кац, которую ты, наверное, знаешь. Ну, конечно. Вот. Доктор наук, кстати, вышел и сумел устоять на ничью, и всем объяснил, где они ошибались. Я знаю, что там все очень, очень узко, то есть там ходы прямо 100% определены. Да, для три на три нолики должны очень точно сыграть, и ход для крестиков, которые хотят обмануть, лучше не в центр, а лучше с уголка начинать. И там ноликам нужно чуть более точную игру показывать, и если ты никогда этого не делал, много лет этого не делал, то там могут возникнуть проблемы даже у подкованного человека. Ну, вот да, я в детстве-то, я помню, что я всегда выводил ничью, и все помню. Но, тем не менее, это ничья. Ну, это ничья, естественно, да. И серьезные дяденьки, конечно, не играют. Показывать ее не будем, сразу к серьезной, да? Да, сразу к серьезной. Что такое Рензил? Следующий шаг после крестиков 0-3 на 3, это немножко больше можно поставить, попробовать. Если мы попробуем увеличить доску и поставить 4 в ряд, то в зависимости от размера доски, там тоже все очень просто решится. На 4 на 4 это ничья, на 5 на 5 не помню. Выигрывает первый, да? Ну, с какого-то момента начнет выигрывать первый, как только ему начнет хватать места, даже уже, возможно... И 4, да? Да, ну, на большой доске понятно, что начинающий выиграет легко и быстро, можно построить эту выигрывающую стратегию, взять бумажку и ручку. Вот, но я буду рассказывать немножко с другого ключа. Кстати, есть целый раздел математики, называется теория игр, называется МНК-игры, это игры до К в ряд на доске МНК-Н. Да, да, ну, довольно много там... То есть, Рэнзи это 15-15-5? Да, но, конечно, изначально, я обычно... Давай я с тобой проведу такое почти как занятие с обычными детишками. Пока что еще доски нет, еще рано, мы до этого не доски. Ну, эти пусть будут, да, здесь? Я обычно говорю, что, ну, вот, игра Рэнзи, это, ну, довольно такая старинная игра. И, кстати, детишки, спрашиваю я, а какие вы знаете древние игры? Настольные, интеллектуальные? Шахматы! Салки и прятки не подойдут. Шахматы мне отвечают всегда, конечно же, один из первых ответов это шахматы. Сможешь ли ты вспомнить что-нибудь более древнее? А шашки не более древние? Шашки более древние. Шашки? Шашки. Отлично. Но не в современных правилах, а есть некоторые... Шашек очень много, великое множество, десятки разновидностей, и некоторые из них весьма древние. Так, и что будет еще, да? Конечно. А я знаю ее? Шашки, я боюсь наврать, но шашки... Шахматы это вообще примерно... Сейчас меня закидают в комментах гнилыми помидорами, но это примерно век шестой, седьмой нашей эры, появление четуранги. Да, но это игра с другими правилами. Там доска меньше, фигуры ходят не так. В целом можно все это простить, но если мне память не изменяет, в изначальных правилах четуранги очередность хода определялась броском костей. И это сразу сильно меняет игру. Вот. Ну там цели... Вроде бы там была цель всех съесть, но вы можете в Википедии или в каких-то специализированных книжках прочитать правила четуранги, так или иначе это наша эра. То есть, ну это там... Хорошо, если полторы тысячи лет. И есть более старые, да? А шахматы еще моложе, что ли? Шахматы... Ну, что считать шахматами? Ну да, правила маркировки когда появилась? Ой, ты будешь смеяться, есть прекрасное. Последнее дополнение к правилам маркировки было в 70-м примерно году 20-го века, в районе 1970-х. А что бы оно состояло? Нельзя прыгать через битое поле? Нет, феерический трюк, который в жизни, я думаю, не встречался в серьезных партиях, но трюк существует. Значит, есть правило маркировки, которое говорит, что король не должен делать ходов перед маркировкой, и ладья тоже. Это я помню. И этому соответствует ситуация, когда король не двигался, а ладья превращенная вот там над ним. Пешка сходила, превратилась в ладью, и король с этой ладьей рокировался вертикально. И что бы это запретить? Добро пожаловать в реальный мир. Была очень известная задачка. Стой, а как? Я не помню кого, в комментах. Напишите, кто знает, приведите ссылочку. А как рокироваться, когда король здесь, а ладья здесь? Вертикально. Точно так же, король через пунктик, ладья там с другой стороны от него. Была задачка на мат то ли в два, то ли в три хода, которая решалась в одном из вариантов вертикальной рокировкой. Я абсолютно серьезно. И Фиде, чтобы это запретить официально, потому что поп из кодекса никак на тот момент не следовало, что этого делать нельзя, да? Изменили. Но, конечно, это не делает игру новой. Ну, то есть в настольном теннисе правила, там, размер мячика, характеристики ракеток меняют вообще регулярно. Ну, а повторы регулярно? Ну, игра на этаже. И шахматы тоже. Сколько в шахматах повторов может быть, да, с позицией? И сколько в позиций без съедения? Не, не, не. Вот это последнее изменение про вертикальную рокировку. Но я про то, что не надо думать, сколько зерен куча. И вполне можно шахматами считать и читурангу ту. А, читуранга это именно шахматы, а не шашки, да? Читуранга и шатранж, да. Это предшественник шахмат. И, ну, вероятно, там, я, опять же, в комментариях всегда все люди все знают, поэтому напишите правду. Скажут, да. Конечно. А шашки старше, да? Если я наврал. Шашки, да, шашки некоторые виды датируются. В основном, я, опять же, могу наврать, но мне казалось, что более древние виды, где не по диагонали ходят и едят, а просто по вертикальным горизонталям. Вот, просто вперед, вперед, назад. Слушай, я знаешь, какую я сейчас вспомнил игру? Да. В ней какие-то вот такие вот, там, я не помню, как она называется, в ней фишки, они друг друга блокируют, и если нет хода, ты снимаешь откуда-то фишку. Это очень сложно что-то. Там вот такая, и вот ты знаешь, что это в Египте еще было в древнем. Найнен Моррис, наверное, Мельница. Мельница, да. Мельница, более древняя игра. Ну и на самом деле, древность игры, мне, кстати, обычно дети предлагают карточные игры, там, и так далее. И тут очень простой критерий, чем сложнее фигуры, тем, понятно, более новая игра. Чем проще инвентарь, чем он банальнее и ближе, так сказать, к тому, что мы можем получить усилий, не вкладывая, тем проще. Карты все достаточно современные, просто потому что возможность что-то печатать на бумаге, и вообще низкая ценность бумаги, это очень недавняя штука. В принципе, карточные игры были в Японии, если мне память не изменяет, на слоновой кости. Но вряд ли это было доступно, ну, раньше существенно, чем в Европе, но вряд ли это было доступно широкому населению. То есть это новая эра, это там уже... Карточные игры, это прям совсем, да, да, да. Ну, я еще упомянул про книгопечатание и как оно помогло Рензе. Ну, ладно, давайте, значит, мы вернемся к играм. Но так или иначе, шашки, возможно, возникли до нашей эры. Я точно идентифицировки тут сказать не могу. Есть более древние игры. Например, есть Калах, это прекрасная игра, которую, правда, у нее есть год изобретения, потому что есть год патентования, если мне память не изменяет. Вот, но это очень простая игра, где есть камешки и луночки, и надо по определенным правилам камешки в луночках переставлять, и все. Понятно, купил луночки, начал пихать камешки, и очень все просто. Рензю и Го примерно 4000 лет. То есть какое они возникли? Они возникли в районе 2000 года до нашей эры. Есть какие-то там археологические источники. И это где? В Китае, в долинах рек Хуанхэй и Юнзи, где возникло многое. Ну, как это? На самом деле очень простая игра. Расчертили на глине, чтобы осталось для археологов, а так на песочке расчертили сеточку, начали ставить камушки из речки. Пока скот пасется, заняться нечем, волков не видно. Какие-то вот такие развлечения. Появились эти игры, черт знает, как давно. Это реально очень древняя игра. Но, понятно, правила отличались, как и... У шахмат, например. Прошло много-много лет. В Китае никакого толком развития не получило. Но люди как-то играли, так поигрывали и все. В какой-то момент Япония начала регулярно грабить Китай. Весело оттуда вывозя сначала материальные ценности. Ну, сначала прям ценности-ценности, потом просто материальные ценности. Потом все подряд. Иммигранты какие-то там, пленных они, рабов захватывали себе. И вместе с этим многое из культуры Китая проникло в Японию. Ну, письменность из таких самых ярких примеров. А японцы, они серьезные товарищи, они из всего умеют сделать культ. То есть у нас там мальчик набрал цветочков, принес девочке букетик такой. А у них это икебана. Там говорят, ну, слушайте, ну, посмотрите, у вас слева торчит три листика. Ну, это неорганично. Ну, как так? Ну, это не серьезно. Ну, в общем, там все сложно. И чайная церемония. У меня есть отдельная история. Ладно, я сейчас вместо Рензо начну с какие-то байки из жизни. Надо остановиться. Значит, и они что сделали? Они сделали из этого профессиональную деятельность. Как это получилось? Вот некоторые споры, например, там, возможно, территориальные, еще какие-то между феодалами решались с помощью поединков, чтобы не бежать армия на армию. Ну, да. Оба остались без армии, пришел еще там третий сосед и всех завоевал. Это никому не нравится. Устраивали поединки. В основном, конечно, это все-таки были бои, потому что и народу приятно посмотреть, весело. Но когда это более высокоуровневые вещи, то иногда надо было показать, кто умнее. И играли в Го, играли в Сёги, играли в, тогда еще это называлось, Гамокуна Рабе. Вот. И появились люди, которые профессионально представляли интересы своего феодала в таких играх. Но это только для очень крупных феодалов, понятно. Просто так на хлебника кормить никто не хотел. Но появились люди, которые аккумулировали в себе умение играть, передавали его кому-то, соревновались в этом. Первая Академия Наук. И появились люди, которым это было нужно для того, чтобы как-то выживать. Нет, Академия это потом. Сейчас есть Академия ГОК, по Рензу, к сожалению, нет. Вот. И в целом, такое вот развитие, три игры эти японские, они такой большой тройкой фигурируют, получили. Прошли годы. Пришло, помнишь, мы вспоминали только что, даже я уже забыл, про книгопечатание. Сначала печатали, понятно, какие-то сакральные тексты все, потом стали печатать то, что экономически очень целесообразно, потом стали развлекалово всякое. Вот. И вместе с развлекаловым в Европе стали печатать теорию шахмат, там, стейниц, да, великие имена всячески. А в Японии появились книжки по ГО, по Сёге и по Гамокуна Рабе. Ещё тогда игра всё ещё называлась Гамокуна Раба. Стало ясно, что если просто играть до пяти в ряд, на ограниченной доске, к этому моменту играли уже на поле. Мы же ещё не сказали даже, что такое правило. О, правило! Правило, пора. Пора. Правило крестики-нолики. Вы все умеете играть в крестики-нолики. Ну, вот ты не умеешь, а все остальные умеют. Вот. Но ты тоже, на самом деле, умеешь, просто не подумал об этом. Это я. Ты — это я, да? Нет, это вот тот зритель. Да, зритель. Слева. Ну, неважно. Все остальные умеют. Все, что надо. На листочке в клеточку вы делали это. Ставили крестики-нолики. Задача поставить своих значков пять штучек в непрерывный ряд. Кто сделал это первым, тот победил. Три на три, про которые мы говорили вначале. Скучная игра, ничейная. Опять в ряд. Неожиданно оказалась очень сложной. И математически была решена уже только строго. Решена уже в конце 20 века. И ответ выигрывает первый. Выигрывает первый. Японцы знали это намного раньше. И даже была книжкой, то есть были всякие издания и так далее. Доказательства не строгие. То есть неполный перебор, неполное дерево. Но японцы понимали, что там игрок некоторого класса, имея в руках эту книжку, несомненно выиграет начинающим. Это грустно. Тут опять некоторое количество баек, но опуская байки, в итоге, к чему это пришло? К тому, что появились дополнительные правила. Так. Вот. И так не только пять в ряд, а что это нельзя делать, да? Да. Значит, сначала это был кодекс чести, типа настоящий самурай вот так не выигрывает черным цветом. Но смотрите, разница с крестиками и ноликами. Внешние. Значит, первая разница, что мы делаем ходы не в клеточке, а на пересечении. А, и еще с тем, что черные начинают, а не белые. Но это не с крестиками и ноликами. В крестиками и ноликах крестики и нолики, как хочешь, так и назовешь. Да, вообще говоря, европейские и восточные игры, они отличаются тем, кто первым начинает. В европейских традиционно белые, в восточных традиционно часто обычно черные. Вот. Это не принципиальная разница. Но да, мы помним, что начинающие черные. Вот сюда, например. На пересечении не в клеточке. Ну да. Ну и дальше мы можем играть. Есть оба, да, продолжение? Практически любой ход в квадрате 5 на 5 выигрывает, как сейчас это уже известно. Но проще всего выигрывают эти два хода. В смысле выигрывают черные, да? Да, черные. Ну давай мы. Нет, в смысле ответ белых, если играть в Рензи, то это уже проигрышный или возможно? Если играть в Рензи с правилами, про которые я сейчас расскажу, все ходы возможны. То есть все разрешенные правилами формальными для первых пяти ходов, все являются возможными. Но этот для всех вообще всегда. В крестике-норике он еще и лучший, с моей точки зрения, наиболее упорный. Я часто даю сеансы какой-то одновременной игры. И с вот этим тут плохо, трудно держаться, с этим проще. Ну дальше черные что-то делают, белые что-то делают. Задача поставить 5 в ряд. Ну да, я хочу поставить сюда, потому что здесь уже начинается какая-то движуха. И ты меня закрываешь, да? Да, мы точно хотим этим заниматься. Нет, просто так, чтобы, ну как бы, так, расскажи, вот в чем дальше какие-нибудь приколы, да, начинаются? Приколы начинаются в том, что преимущество первого хода реализуется в том, что я намного раньше начну атаку. У меня просто половину времени лишняя шашечка. Фактически, вот ты вот сейчас, я предотвратил, да, что ты начал атаку. Да, да, но к сожалению. А ну уже сейчас уже у тебя либо так, либо так будет 3, правильно, да? Но тройка это еще не страшно. Ну давай мы попробуем это сделать. Ну допустим, я делаю так, и ты делаешь тройку где-то, да? Да, допустим, я делаю тройку. Да, и тут, соответственно, мне... Белым уже надо что-то делать. Если они сами поставят тройку, я отвечу четверкой, и следующим ходом неизбежно поставлю пятый, либо сюда, либо сюда. Поэтому белым уже надо реагировать. Надо реагировать, да. И здесь, ну, например, вот такой вариант. Ну тогда ты ставишь сюда, и мне нужно ставить сюда, но не знаю. Ну если играть в крестики-нолики, то, наверное, давай мы сделаем это максимально быстро. Ну да, я закрываю, я не имею. Так, вот тут уже, сейчас, тут уже наклевывается, ну тут опять наклевывается здесь, я могу попытаться. То есть, ой. Ты куда пошел? Я поставил еще одну тройку. Еще одну тройку, которую я уже не могу накрыть. И если же я могу сделать угрозу. Можешь, можешь, вот это еще не тройка. Я сейчас выиграю на четверках, но... И дальше смотри, дальше я делаю серию ходов, на каждой из них у тебя будет единственный ответ. Да. Четверка тебе надо отвечать сюда. Четверка, да, надо. Четверка. Четверка надо. Тебе надо отвечать сюда. Четверка. Я поставлю пятерку. Еще одна четверка здесь, да? На, вот тебе еще белых шаршечек растет. Да. Еще парочка понадобится. Сейчас будет где-то еще четверка? Да. Это уже почти последняя. Здесь тоже однозначный. И четверка, все. Ну а теперь у тебя выбор из двух ходов. Выбор, все, да. Он довольно грустный. Да, и я не успел создать угрозы здесь. И преимущество первого хода состоит в том, что вот на такую атаку форсированную я выйду первым. Просто потому, что у меня на половину времени на одну шашечку больше. Отлично. Так, и что же делает... Кстати, надо отметить, что я сейчас... Я тебе заберу белые, да? Ты будешь черным. А я их все оттащил. Ну ладно. Я сейчас выиграл даже, не нарушив никаких фоловых правил. То есть я у тебя выиграл даже в Рензу. Но это не суть. Так. Для черных за право первого хода на них были придуманы пинки. Им нельзя делать некоторые вещи. Во-первых, нельзя выигрывать рядом из более чем пяти камней. То есть... Ух ты. То есть, если... Вот так запрещено выигрывать. А я могу... Эх, надо было подготовиться, но ладно. Нельзя сюда, да, ставить? Все, я могу игнорировать эту угрозу. Давайте одну секунду. Я возьму еще одну шашечку, которая по виду отличается. Вы же меня простите, правда, за это? Безусловно. При такой прекрасной доске... Вот, смотрите, она отличается. Видно, какую я поставил и про какую я говорю. Она тоже черненькая, но какая-то немножко более убогая. Да, и она не... Так нельзя. Сюда черным ходить нельзя, да. На вопрос... Мне часто спрашивают, а почему нельзя? Я... У меня на это ответ примерно такой. А почему в футболе нельзя бить вратаря ногами? Это так удобно. Подошел, накидал вратарю, потом спокойно забил. Нет, слушай, есть более точная аналогия. Нельзя бить из офсайда. Это сложно. А с вратарем просто. В правилах написано, нельзя бить вратаря ногами. Способ-то был согласить бы очень простой. Ну вот просто нельзя, по правилам нельзя. Так решили, и это хорошее правило. Помогло, да? Как говорится, подрастете, поймете. Да, но правило хорошее. Нет, оно в комплексе помогло. И оно помогло совершенно другому, я сейчас про это скажу. Ух ты. Да, случайно получилось, но очень хорошо получилось. Нельзя ставить длинный ряд. Поставил, проиграл. Причем кажется, что ну подумаешь. Ну пхе, пхе, тут столько ходов. Но на самом деле тут может быть и драма. Например, рассмотрим вот такую позицию. Да. Ты все белые у меня забрал. Все, все нормально. Мне хватит. Лучше иметь и там, и там, немножко белых, и немножко черных. Смотри. Значит, представим себе, что ход белых, и белые делают тройку. Да. Что делать черным? Черные не могут ходить сюда, да? Да. С какой-то проиграл. Но могут, что грозит? Грозит, что будет открытая четверка. Можно заранее один из этих пунктов закрыть. Но надо оба закрывать. То, что я сделаю так, следующим ходом? Именно. Да. Если я закрою с одной стороны, то следующим ходом белые поставят перед выбором, да, кто белые поставит пятерку, или черные сделают запрещенный ход. А, круто. Верно? И, соответственно, а если так, то, соответственно, сюда. То есть я должен искать такие вкрапления и вокруг них списывать? Скорее даже создавать. То есть обычно, когда длинный ряд ловится, белые предпринимают значительные усилия, чтобы большинство из этих камней создать. Ну, конечно. Да, то есть правило не висит в воздухе, а оно искажает игру так, что начинает чуть чаще. Оно делает ее асиметрично. Оно делает ее асиметрично. Такая ситуация получается чаще, потому что белые специально к ней идут. Конечно, конечно. Вся эта методика называется ловлей на фол, потому что запрещенные ходы называются фолами. Да, типичная теория игр. Если ты говоришь, что не думать о синей обезьяне, то в игре будут думать. Если ты говоришь, что эта ситуация редкая, получается, но мы все-таки ее запретим, белые будут делать все, чтобы черная получалась. Конечно, конечно. Да, очевидно. Следующее ограничение опирается на понятие четверки. Четверка — это такая конструкция, которая в один ход может быть достроена до пятерки. Причем не до длинного ряда, а именно до пятерки. Причем неважно, сколькими способами. И следующее правило гласит, черным нельзя ставить две четверки разным. Запрещен ход, который одновременно создает две или более четверки с камнем, каждый из которых включает камень, который появился. Четверки нет, но здесь есть... Это четверка, потому что она может быть достроена до пятерки в один ход. Это четверка. И это четверка, потому что вот она пятерка. И нельзя, да, нельзя. Нельзя ставить две четверки. И следующее правило более сложное, потому что возникает забавная рекурсия в правилах. Нельзя ставить две тройки. Но что такое тройки, мне придется еще раз рассказать. Вот, кстати, ты теперь можешь предположить, да? Значит, я строгое определение дам. Пятерка — это непрерывный ряд из ровно пяти камней одного цвета по вертикали, горизонтали или диагонали. Да. Значит, длинный ряд — это непрерывный ряд из более чем пяти камней в ряд одного цвета по вертикали, горизонтали, диагонали. Четверка — это такая конструкция, которая одним ходом может быть достроена до пятерки. Да. Предположи, что такое тройка. Это то, что может одним ходом быть достроен до четверки. Хорошо, я дам дополнительное определение. Открытая четверка — это такая конструкция, которая двумя способами может быть достроена до пятерки. Вот это открытая четверка. Здесь 5, здесь 5. Поэтому первое багло определение в том, что такая конструкция, которая в открытую четверку превращается, не просто в четверку. Запрещено достроено до открытой четверки. Не-не-не, это не может быть запрещено. Сейчас, все по порядку. То есть вот это не тройка. Ну, потому что она в обычную четверку превращается. Она не является угрозой со мной по себе. Те тройки, которые могут превратиться в открытую четверку. Да, но тут еще есть важный момент — разрешенным ходом. Что это значит? Что если у нас какая-нибудь, не знаю, вот такая позиция опять, то вот это не тройка, потому что все равно сюда ходить нельзя. То есть так сходить можно, потому что все равно сюда сходить нельзя. Ну, это не тройка. Подожди, проба, можно, не можно. Это не тройка, потому что сюда нельзя сходить. Мы не можем ее сделать открытой четверкой. Вот хотим, а не можем. Если нет возможности, значит, это не тройка. Но и ограничение... Но это более базовое правило, потому что ситуация может измениться, и четверка станет закрытой. Да, конечно. А вот это уже никогда. Длинный ряд никогда. Да. И тройка может перестать быть тройкой, и это часто происходит. Четверка легко может перестать быть четверкой, а длинный ряд навсегда. Да, да, да. Ну и, собственно, да, еще одно ограничение. Нельзя ставить две тройки. Да, вот, например, ход сюда невозможен. Но тут понятно, да, вот со всякими вот этими оговорками. Сейчас нельзя ставить две тройки. Одну только можно. Одну, да. Одним ходом нельзя создавать две или больше тройки. Две или больше троек, которые могут превратиться в... Включающие выставленный камень. Да. Ну, которые не нужны. У нас же есть определение. То есть, например, вот в этой ситуации ход разрешенный, да, потому что здесь 4 на 4. Если вглядеться, да, смотри, раз, два, три, четыре, здесь пятерка. И вот здесь, здесь пятерка, да. Это четверка, это четверка. Сюда ходить будет нельзя, поэтому этот ход разрешен. Возникают сложности. О, блин, какая жесткая рекурсия. Я могу... То есть, я могу сюда пойти, потому что, несмотря на то, что я создал две открытых тройки... Нет, ты создал одну тройку и одно что-то похожее на тройку. Но тройкой не являющейся, потому что ее нельзя по правилам превратить по-честному в открытую четверку. Потому что в этом случае будет создана открытая четверка. Чтобы не ломать себе голову, правило, на самом деле, можно на пальцах перефразировать так. Ну, тройка — это то, что приведет к выигрышу. Это конструкция, которую, если проигнорировать, она вот в два хода превратится в пятерку. И, соответственно, вот эта штука не превратится. И запрещены те, такие две вот эти штукенции, которые, каждый из которых приведет тебя к выигрышу. Обалдеть. Разрешены только вилки. Ну, понятно, сначала ты играешь, и там кто-то не заметил четверку, ты выиграл, кто-то не заметил тройку, ты выиграл. Но с какого-то момента надо уже одним ходом суметь создать в какой-то момент две угрозы, иначе ты не выиграешь. И вилки, это определение вилки, да, ход, который создает две угрозы. Соответственно, единственное, что можно делать черным, это вилку четверку на тройку. Чтобы была одна четверка ровная и одна тройка ровная. Сейчас, открытую четверку при этом нельзя сдавать. Открытую четверку? Нет, открытую четверку можно. Почему? Одна четверка. Почему-то сюда нельзя сейчас пойти. Здесь две четверки. А, две. Раз четверка, два, да. Две нельзя, одну можно. Раз две нельзя, да. И открытая это одна. То есть тут надо понимать, что можно, это терминологический вопрос, можно считать, что это там какая-то такая фигня, что здесь пятерка, здесь пятерка, две четверки. Нет, не две. Это одна четверка. Вот, собственно, дальше история развивалась так. Вот это одна, сейчас, это, и это две четверки. Две четверки. Поэтому сюда нельзя. Поэтому сюда ходить нельзя, если здесь стоит камень. Поэтому сюда ходить можно, потому что получается не тройка. Я надеюсь, это видно за нашими спинами. Да, это очень круто. Я, конечно, да. А для белых, чего хочешь, что и делать, да? Такие ситуации сложные возникают редко. Не так, чтобы крайне редко, но редко. Но при этом довольно многие партии заканчиваются вот таким ошибкой. А это конец игры, да? Если черный пошел вот так? Да. Если черный сделал запрещенный ход, это конец игры. Ну, то есть там есть какие-то терминологические и ситуационные нюансы. Какой процент партии ровно так и заканчивается на турнирах? Ну, на начального уровня, допустим. Начального? Начального примерно нулевой, потому что детям дети не кричат, мой соперник сделал фолл. Дети не замечают этого. Дети допускают то, что появилось две тройки. Они кто не следит, да? Замечают одну, закрывают одну, получают открытую четверку и проигрывают. За этим даже и не надо следить, потому что они сами это научились фильтровать. Не надо, зачем я буду подбегать и говорить им, ха-ха, фолл, фолл, ты проиграл, проиграл. Нет. В этом должны быть заинтересованы оба. Сначала соперник, я после партии, конечно, объясню, смотри, смотри, что произошло. Помнишь, я тебе рассказывал правила, вот ты сходил сюда, смотри, это тройка, это тройка, надо было ничего не делать, звать судьи и говорить фолл. Да. И после этого тот, кто делает эти фоллы, как только он начнет нагорать на этом, он перестанет. Сначала на высокоуровневых. Ну, понятно, что... Ну, просто, там, грубо говоря, вот на чемпионате России бывает такое? Смотри. Ну, бывает, наверное. Если выигрывают черные, они выигрывают, понятно, вилкой 4 на 3, как положено. Ну, есть экзотические ситуации, но в целом, да, 4 на 3. Если выигрывают белые, то в процессе атаки, ну, практически всегда какие-то фолловые угрозы были задействованы. В результате, может быть, выиграли там вилкой 4 на 3, но обычно какие-то фолловые мотивы все равно фигурируют. Белые же выигрывают. Белым все. Да, белым можно все, но я напоминаю, что вот так вот в этой позиции это выигрыш, вот фолловой. Мы не умеем, мы не смогли, у нас мало шашечек, меньше, чем у черных. Нам сложно набрать ресурсов, чтобы нормальные там вилки ставить. Вот, но поймать фолл мы можем. И в атаках и в защите белых часто возникают всякие фолловые мотивы. И бывает, что единственный способ защититься, это что-то такое подзафалить и после этого... Обалдеть. И, ну, нет, там вот действительно, на самом деле, вот чтобы человек поднял руку, судья подошел в чемпионат России, человек говорит, что у черных... Нет, ну там все все понимают. Нет, там все-таки, да. Да, ну то есть на чемпионатах России никто и там до пятерки, условно говоря, не играет. То есть это правило не запрещено, но какой смысл? Так же, как на чемпионате России по шахматам никто не играет, обычно не играют до мата. Нет, мат может случиться. Вот, какая-то красивая атака или обоедный цейтнот в цейтноте тоже и на чемпионате России, возможно, пятерка. Хотя, конечно, я так не вспоминаю. А сколько дать времени? Ну, от соревнований зависит. Чемпионат России 2 часа и 30 секунд фишера на партию каждому. Каждому? Каждому, да. То есть одна партия там... То есть ты сидишь и по 5 часов? Ну, если, да, если дошло до цейтнота обоедного, то там 5 часов можно играть запросто. Японцы в мейджин матче играют с контролем, по-моему, вообще 4 часа. Каждому. А когда же они едят? Ну, они перерывчики делают. Туалет? Они перерывчики делают. В туалет ты можешь во время партии, да, на чужом ходу, в комнату отдыха ты можешь пойти. В исключительных случаях, спросив судью и спросив разрешение соперника, даже на своем ходу. Ну, то есть бывают ситуации, ты думаешь там полтора часа. То есть бывают ситуации, позиция, в которой, ну, ты хочешь найти свой форсированный выигрыш, ты веришь, что он есть. Или ты из каких-то теоретических знаний понимаешь, что должен быть. И тебе нужно, ты уже там час двадцать думал, ты, ну, там, в общих чертах что-то понимаешь, тебе надо еще подумать, но отвлекает и мешает. Можно просить разрешение. Но это, конечно, исключение, то есть стараются так не делать. Да. Так, ну, слушай, покажи что-нибудь еще, да, значит, правила мы поняли. Да, ну, не знаю, могу тебе, то есть дальше можно переходить к задачкам. Я могу тебе показать базовую задачку, самую первую, которую мы проходим, когда мы разговариваем про фолы. То есть место, где надо выиграть не за крестиков, а за ноликов. Вот такая простая позиция. И здесь белые начинают и выигрывают. А, белые, а как они, а, да. Белые начинают и выигрывают, как угодно. Я на такой вопрос обычно отвечу, ну, как сможешь? Ну, да. Отвечаю я. Сейчас, 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 значит, надо создать у черных ситуацию фолового, ну, вот фола, да? Ну, в принципе, не только. Белым разрешено ставить вилку 3 на 3. Черным нельзя, а белым-то можно. Белым можно все. Длинный ряд за белых выигрывает за белых. Длинный ряд за черных тоже за белых выигрывает. Это очень удобно. Ну, да. А, за белых можно и 6, и 7, да? Да, и 6, и 7, и 3 на 3, и 4 на 4, и если там ничего нет противника, то это и выигрыш приведет. Ну, первое, понятно, что приходит в голову, что сюда, но, наверное, это неправильно, раз ты даешь такую задачу. То есть, как бы… Ну, намек в том, что это самая первая задача, которую мы разбираем. Ну, хорошо, давай тогда поставим все-таки сюда. Давай. Ну, можно еще слова сказать, что если мы сделаем что-нибудь другое, там, философское, какие-то, начнем свои идеи толкать, дальше черные могут начать вполне практичненько нас на тройках мучить. Теперь у нас единственный ход, там, один из двух, потом еще какую-нибудь такую тройку, нам все окружат, еще можно замочить нас. Ну, если я бы мог вот так, например, пойти, тут тоже возникло бы… Да, но после этого нет продолжения, про это мы тоже можем поговорить. Смотри, и дальше белым-то надо выиграть, а у них ни одной возможности угрозы поставить нет. Да, как это за фигурой, да, значит, первый ход был правильный, в общем. Да, первый ход, ну, давай. Теперь черные, ну, как-то они закроют, например. Нам все равно с тобой сейчас придется все оба закрытия рассмотреть, да, ну, вот какое-то мы разберем, может, можно с этого начать. Так, хорошо, значит, теперь… Ну, можно, конечно, вызвать тут же, вот тут черную… Можно, можно. Ну, значит, тогда, соответственно, все форсировано абсолютно. Я закрою, я закрою. Дальше вот у тебя здесь пойдет, сейчас, досюда, здесь, досюда. Так, я могу создать еще одну тройку сейчас вот так или так. Как лучше, как лучше, как лучше, как лучше, да. Ну, вот пока нет интуиции совершенно, пока нет интуиции, хочется пойти сюда. Ну, вот, не знаю. Наверное, я тебя закрою отсюда, чтобы… Может быть, неправильно я говорю, да, про свою интуицию. Да, значит, дальше, допустим, я… Ну, нет, то есть вначале хочется все время делать вот так. Это уже… ладно, давай мы… Может быть, я все неправильно делал, да? Мы побережем время тех, кто нас смотрит. Посмотри внимательно сейчас на позицию, есть ли возможность у черных поставить две тройки одним ходом. Она есть. Есть сейчас пункт, куда черным ходить нельзя, потому что там две тройки. А, вот сюда. Вот сюда. Можем мы этим воспользоваться? Да, вот так. Да, вот так. Ну, кстати, можно и вот так. Да. Да? А, а, и все. Я отсюда не могу закрыть, я закрываю отсюда. Ну, а я раз, и все. Да, я сдался. А, ой. Да, я этим надо не использоваться. Эта четверка, причем, не нужна была. Но, это мы еще не все… Мы не решили задачу до конца. Этим надо не использоваться, слушай. Мы еще не решили задачу. Но черные-то не дураки, они понимают, если я схожу сюда, сюда будет нельзя. Неправильно. Значит, туда. Конечно, что же мы, валенки что ли совсем? Нет, мы закроем отсюда. Так. Ну, опять придерживать вот эту линию, что тут тройка, да, может оказаться. И тут возникает затык часто, да. Ну, давайте мы опять сэкономим время. Я тебе скажу, ты же математик. Я это совершенно не понимаю. Ты же математик, ты любишь сводить задачу к предыдущей, уже решенной. Да. Сведи. Только, когда все равно было две тройки. Конечно. Так. А, тут есть еще один психологический барьер. Вот интересно, как у Леши с ним будет. Сейчас. Так. Сейчас, 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 сейчас. А, вот так. Отлично. Четверку же можно не только сюда сыграть, но и сюда. Мы угрожаем поставить пятерку. Ты знаешь, ты должен пойти сюда. Я обязан закрыть. У тебя возникает и это, и я прихожу к победе, да. Отлично. Отлично. Все получилось. Да, слушай, у белых, да, большой маневр из-за этих правил. Но право первого хода, тем не менее, остается значительным перевесом. И тут я продолжаю еще немножко по балаболю. Больше из-за черных, да, выигрывается? Нет, нет, нет. Не все так просто. Это не все правила, кстати. Все. Смотри, вот эти изменения появились. А, это же не все правила? Нет. Ну, почти. На рубеже 19-20 веков появилось название Рензи, оно означает не джемчуга. Такой был поэт Тенрю Кобаяси, который придумал это название. Оно восходит к некоторым легендам японским, но в целом это, наверное, не очень важно. Я все время смотрю на тебя, а надо все время смотреть в камеру. По идее, да, но ничего, да, ну-ну, да. Так вот, и тогда же примерно правила не очень просто закреплялись, потому что, ну, кто-то говорил, нет, ну, что за фигня. Еще размер доски уменьшили, это тоже не в пользу черных, на самом деле. Была 19 на 19, такая же, как в Го, стала 15 на 15. А ничьи бывают? Сложнее, конечно. Забили всю доску, получилось ничьи. Бывают ходы там по 200, партии по 200. Для тебя математическая задачка и для вас, слушатели, какое минимальное число ходов должны совершить черные и белые для того, чтобы на доске невозможно было построение пятерки ни за один цвет. Это чистая математика, ничего, кроме математики, есть над чем подумать. Это сложная задачка. Давай мы оставим ее пока на потом. Ну, не через три во все стороны. Не знаю, не знаю, не знаю, можно лучше, да. Можно лучше, да. Тем более, что у тебя некоторые линии пропали. Если ты делаешь какие-то колодцы, да, там можно поставить пятерку. Подумай над этим. Ну, это не очень сложно, но довольно забавная конструкция и полезная в игре, на самом деле, получается. Так вот, о чем бишь я? Я о том, что, тем не менее, там раскол возник из-за этого, конечно, очень жалко, что возник раскол когда-то. Из-за этого Сёги и Го сохранились как игры, в которые модно и престижно всяким японским, китайским и так далее корпорациям вкладываться с большими призами и так далее. А из Рензи это ушло. Жалко. Ну, ничего не поделаешь. Вот. Но так или иначе, эта версия сохранилась как одна из главных. Осталось до сих пор играют и с немножко другими правилами некоторые японцы, но на весь мир это почти не распространяется. Вот. Так вот. Но оказалось, что если только пользоваться фолами, к сожалению, преимущество первого хода достаточно и велико, чтобы все-таки все равно выигрывать. И это доказано или это... Да, это, конечно, доказано. Опять же, это утверждение доказали. И тут уже есть конкретная книжка Сагары, Сигер Сагары, которая датируется серединой 20 века, где в целом, где не просто доказано, что черные выигрывают, а для большинства так называемых дебютов, ну, первых трехходовок, где первый в центре, второй где-то рядышком, какой-то соседний, и третий в пределах квадрата 5 на 5, для многих дебютов доказано, что черные выигрывают еще там с некоторыми усложненными даже правилами. Вот. Неизбежно. Вот. Соответственно, появились... Да, появилось, мне кажется, вообще гениальное решение, которое в любую игру зайдет и полностью уравняет на ней шансы. Решение такое. Деление пирога пополам. Как ты его делишь? Ты режешь, я выбираю, да? Да. Надежный способ. Оба довольны делением. Смотри, здесь так же. Допустим, ты будешь ставить первые пять ходов, а я буду выбирать цвет. Каким играть? Если я ставлю первые пять, я сразу поставлю пятерку и выиграю. Не, ну ты не. Три черных, два белых. Первые пять ходов партии. Три черных, два белых. А я выбираю, каким цветом я играю. Ну, кстати, если ты поставишь пятерку, я возьму черный цвет и скажу, что это я выиграл. Спасибо, мне даже не надо больше сидеть. Да? Именно так. То есть я должен? О, а это фишеровские шахматы? Нет, фишеровские шахматы — это рандомное расположение фигур. Это идея смены цвета. В шахматах она не очень удобна, потому что надо как пересаживаться или доску разворачивать, непонятно. То есть я вот тебе рисую рисунок, да? Да. И ты заявляешь, за кого ты дальше играешь. Ну, давай первый ход в центр. Да. Такое традиционное правило. Да, и я говорю, за кого я хочу здесь играть. Обалдеть. Да. Это сильно за черных. Я здесь черных возьму. Тут черные, да? То есть очевидно, да? Видно. Ну, нет, это дебютная теория, которую я просто знаю, потому что я книжку про нее написал. А, слушай, нет, я, кстати, могу. Сдвиг, во-первых, может сказаться. Ну, то есть я знаю вот такую позицию. Это так называемый седьмой диагональный дебют. Опа. Ой, все, упало. И такой пятый. И меня сейчас переклинилось, что это вот этот, а это вот этот. И тут я не помню оценки. Вот. Ну, это не суть важная. Подписчики среди вас этот ролик посмотрят. Люди, которые знают эту пятиходовку, давайте напишите, что вы понимаете. Может быть, это и проигрыш черных. Вот. Ну, так-то точно у черных будет. Выигрыш, да? Ну, да. Какой-то нежесткий ход. То есть ты сейчас видишь уже за счет этого? Нет, я вижу, что у меня есть встроенная какая-то функция оценывающей позиции. Вот. Но на самом деле, подожди, я еще не закончил с речью. У такой схемы, ты ставишь пятиходовку, я убираю цвет, у нее есть какой недостаток? Возникнет на доске, то есть придет человек и поставит тебе... Сейчас. Тут недавно в диспуте... Нет, сейчас. Так, так, так. Так. Где-то в заднице, да? Так, да, вот что-то, какой-то такая, по-моему, позиция была, да? Да. И, ну, типа, давай выбирай цвет. А у него все это дома проанализировано, и он-то, зная точную игру за оба цвета, тут можно прийти в равную позицию, сделав обоюдоточные ходы, а иначе проиграешь. Это минус такого регламента, поэтому, конечно, регламент не такой, регламент чуть более тонкий, но главная идея, один чуть больше участвует в постановке позиции, а другой выбирает цвет. Она сохраняется, и это ключ вообще к тому, что игра с асимметричными правилами, это единственная игра, которую я знаю, с асимметричными правилами, и тем не менее, с математически равными шансами на выигрыш. И при этом довольно занятная компенсация, кажется. А как же все-таки против этого? Действительно, я дома разработал какой-нибудь супер. Ну, на самом деле, эта позиция невозможна по современным регламентам. Дети у нас играют так. Это регламент для всяких молодежных первенств сейчас Европы и мира. Взрослые дяди играют по намного более сложному регламенту. Дети играют так. Первые пять ходов, если твой соперник поставил камешек на доску, ты вправе сказать, ну, еще и следующий поставь. Ну, следующий в смысле, там, черный, белый, черный, белый. Да, вплоть до пятого включительно. А-а-а, это гораздо тоньше. Да, возникает тактическая борьба. Я не понял, что это вообще означает. Ну, мне кажется, я сумел объяснить, я не знаю, как сумел я объяснить это зрителям. То есть я хожу, да? Да. И я могу сказать, ну, поставь еще и беленькую. Или я могу сказать, а я хочу вот такой какой-нибудь штучкой играть. Так, я ставлю беленькую, ты говоришь, а теперь поставь черненькую, да? Да, детей я учу, что, ну, ладно, не буду развиваться почему, но есть четкие причины, почему стоит бороться за то, чтобы поставить третий ход. Ну, вот я вот хожу сюда, например. Я люблю с новичками. Я говорю только. Ты сейчас, я поставил камень, значит, ты либо ставишь сам, ставишь четвертый ход, следующий белый камень, либо говоришь, ну, тогда и белый ставь. Раз ты такой умный, вот ставь белый тоже. А я потом буду выбирать цвет. Конечно, математическое преимущество имеет тот, кто выбирает цвет в пятиходовке. В последний момент, когда можно выбирать цвет. Ну, допустим, я делаю так же. Оба-на, ух. И тут я говорю, ну, конечно же, Алексей, я не знаю, как тебе получится, но, в общем, Владимир, Алексей Владимирович, конечно же, ты сумеешь поставить равный пятый ход, тебя это совершенно не затруднит. А если ты, к сожалению, поставишь ход, который доказанный выигрыш приносит черным или белым, я, конечно, возьму тот цвет, который выигрывает. Попробуй. Конечно. Здесь есть равный ход за белых, да? Равный ход за оба цвета, да. И он не такой. Сейчас черные ходят, сейчас, иначе белых станет больше, чем черных на доске. Я тебе видишь, даже шаршу. И он не такой. Это проигрыш. Это проигрыш, да? Белые выигрывают. Белые выигрывают? Да, белые выигрывают. Так. Он же должен быть симметричным каким-нибудь. Ну, давай так. О, это прямо, про этот ход у меня есть большая история. Но нет, это ход, ну, да. Кто выигрывает? У меня не доказано до конца, но сильно за черных. Сильно за черных? Да, но играть, может быть, можно. У меня есть там какие-то планчики, я еще не опроверг. Да, вот это вполне, вполне такой игровой ход. То есть вот дальше будет, неважно, кто играет за кого, будет очень сложная долгая игра, да? Не, ну кто лучше играет, тот выиграет. Ну, это понятно. Не, 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 она может быть мгновенно и короткая, если кто-то ошибется. Ну, если кто-то плохо играет, да. Но в смысле, что в теории это очень трудная позиция, да? Ну, как очень трудная? Ну, да, нерешенная совсем. Нерешенная, позиция нерешенная, да? Да, да. Слушай, а сколько с точки зрения дезиморфизма, вот всякого поворотов и прочего вообще позиции этих первых пяти, очень много, да? Первых пяти. Есть ограничения. Первый ход обязательно в центр, второй на соседний вход, ну, концентрические квадраты. Да, понятно. Дальше 5 на 5, 7 на 7, 9 на 9. Вот, можно посчитать? Ну, много, да. Посчитайте. Да, 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 посчитайте. Сколько дебютов, мы знаем. Ну, много. Прехходовок 26, всего 13 вертикальных, 13 диагональных, это из симметрии сразу следует. Вот, а сколько там 4-х ходовок, 5-х ходовок? Да, но это тысяча, это тысяча. Но это мы сейчас познакомились с правилами сложной игры Рензи, есть намного более простая игра гамоку, где нет ограничений фоловых, но в принципе это тоже крестики нолики и в них порог вхождения ниже. Там обычно играют сейчас дебютный регламент такой, первый игрок ставит три камня куда угодно. Ну, я не знаю, я вот сюда, когда я играю в гамоку, у меня есть стандартный дебют, я не боюсь его засветить, потому что мне кажется, к нему все, кто мог, топ игроков пытались придумать какие-то острые добавочки, не смогли. И дальше у второго игрока, у него есть выбор. А, ну это уже игнорируется. Либо выбрать цвет. Центр, да? Ну, он не то, что игнорируется, он есть. Ну, то есть нет правила, как в Рензи, что нужно на первом. Нету, нету, да. Можно уже по всей доске. Есть и центральные дебюты, есть всякие весьма небанальные, там что-то. А, я не буду показывать, дабы не палить заготовки нашей секции, потому что если в дебютной теории Рензи у меня много всего, то в дебютной теории гамоку я лучше ученикам отдам все. Но есть нетривиальные позиции, в которых единственная игра тоже требуется. Но вот чтобы это не стало проблемой, у второго игрока есть выбор. Он может либо выбрать белый цвет и сказать, все, я играю белыми, там, покатились. Либо он может сказать, я выбираю черный цвет, и все, значит, теперь я уже буду должен сделать ход белыми, он черными, да, все, покатилось, покатилось. И третья опция, добавить два камня куда хочет, черненький и беленький, куда угодно, не знаю, там, как-то раз мне что-то вот так вот что-то и доставили. И сказать, выбирай цвет. И выбирай сам, да. Да, это способ бороться со всякими нетривиальными позициями, которые фиг оценишь. То есть ты разработал не ту пятерку, да? Да, если есть какая-то сложная позиция, в которой ты не хочешь разбираться, ну, сделай какой-нибудь, там, я не знаю, да, там. Какой-нибудь трэш. Не-не-не, ну, вот, добавь еще что-нибудь два, сделай какую-то понятную для себя позицию, ну, и можно пробовать там что-то из этого делать. Да, но... Круто, круто. У этого дебютного регламента побольше дисперсия, то есть более слабый чаще будет выигрывать у более сильного, так вот, если статистику набирать. Вот, за счет вот всяких трюков с дебютами. Но, ну, другой подход немножко и позиции немножко другие и тоже интересная игра. Вот. Вот так вот. Ну, круто. Дима, спасибо огромное. Я хоть буду знать, по что мой сын играет. Еще у нас супер задача, да? А, это в смысле вот это, да? Да, да, да. Ну, это супер задача. Это можно как-то отдельным роликом, может быть, или не отдельным? Можно отдельным. Давай, нет, я сейчас буду ее расставлять 10 минут. Ну, не 10, ну, 5, но... Да, здесь, наверное, все. Ну, тогда, да, тогда вот играйте и выигрывайте, друзья. Маткульт привет! И какой? Рензи культ привет, да? А, Рензи привет, просто Рензи. Почему культ? Рензи привет. Рензи привет, конечно.